Здравствуйте, уважаемые зрители! Меня зовут Юсеф Эйхель. Я ведущий специалист развивающего оздоровительного центра БРДАВИД. Смотрите видео до конца, потому что сегодня я расскажу вам, как правильно играть и взаимодействовать с ребенком, с аутизмом или рас. Все родители знают, что с детьми необходимо играть. Всем понятно, что игры развивают ребенка, позволяют наладить контакт между родителями и детьми, укрепляют доверие между ними, да и вообще создают хорошую атмосферу родной и теплой семьи между всеми ее членами. Так что же есть такого особенного в ребенке с аутизмом или рас, что у многих родителей возникает вопрос, а надо ли с ним играть? Причина такого вопроса в том, что особый ребенок имеет те или иные нарушения в развитии своей центральной нервной системы, и поэтому у него, скорее всего, отсутствуют те очевидные знаки, которыми нормотипичный ребенок показывает родителям свою заинтересованность в них, в контакте с ними, в играх с ними. Есть даже дети, которые категорически не хотят контакта с любыми людьми, включая родителей. Из этого многие родители делают вывод, что не нужно играть с ребенком, ведь он не хочет. Это ошибка. Играть с особым ребенком необходимо по тем же причинам и с теми же целями, по которым это необходимо и нормотипичному ребенку. Мы играем с ребенком, чтобы добиться и улучшить. Во-первых, развитие ребенка, его личность, его интеллект, его навыки. Через игры в том числе развивается и речь ребенка. Налаживание контакта с ребенком тоже идет через игры. Также укрепляется доверие между ребенком и родителями. И создается семейная атмосфера, которая столь важна для всех членов этой семьи. Играть с особым ребенком даже важнее, чем играть с нормотипичным ребенком. Потому что обычный ребенок сам может найти себе игры и занятия. У него не нарушена способность обучаться, и он многое усвоит самостоятельно. Даже если у родителей нет избытка времени на игры с ним. Особый ребенок имеет нарушение в самой своей возможности обучаться. И поэтому он просто не может сам найти себе правильные занятия. Многие из таких детей ограничиваются какими-то стереотипными видами деятельности. Подобно заезженной пластинке. Например, могут таскать и грызть какую-то игрушку. Крутить что-то в руках. Кружиться на одном месте. Выстраивать игрушки в ряды. И многое в таком же духе. Если родители не отвлекут внимание такого ребенка. И не предложат ему другой, более созидающий и обучающий вид деятельности. То ребенок так и продолжит делать то, что ему привычно и приятно. Без возможности обучиться чему-то новому. Как мы уже упоминали в других лекциях, все особые дети очень различаются между собой. Основной критерий различия – насколько у данного конкретного ребенка нарушена способность к обучению. От этого зависит, какие игры и игрушки помогут в коммуникации с ним. Какие игры и занятия помогут дать этому ребенку толчок в развитии. Вербальные дети с рас, как правило, имеют отставание в ментально-психической сфере. При том, что у многих из них сохранен интеллект. И они с легкостью и с удовольствием будут играть в игры, больше напоминающие подготовку к школе. Среди таких игр и игрушек следует рассмотреть различные пазлы. Игры, предлагающие изучение форм, цветов. Игры, включающие простую арифметику. Как правило, таким детям не очень интересны ролевые игры, а также игры активные. В ролевых играх они могут не понимать, что от них требуется. А в активных играх, включающих нескольких игроков, они не понимают логику происходящего. И им просто неинтересно. Для невербальных детей игры, похожие на подготовку к школе, тоже могут быть интересными. Хотя могут вызывать гораздо больше затруднений у ребенка в такой игре. Родители должны понимать разницу между игрой и занятием. Игра – это то, что ребенку интересно. И то, что ему нравится делать, но не является обязательным. Как только мы добавим в игру элемент обязательности, игра превратится в занятие. И мы вовсе не считаем, что это плохо. К сожалению, далеко не всегда у ребенка с раз можно выявить склонность к какому-либо виду игры. В этих случаях нужно занятие подавать как игру, а игру подавать как занятие. Если же у ребенка есть любимые игры, то это прекрасная новость для родителей. Это дает им возможность более качественно общаться с ребенком, прилагая для этого меньше усилий и достигая большего результата. В нашем оздоровительно-развивающем центре мы регулярно видим изменения в характере игры особых детей. Уже в процессе терапии зачастую можно наблюдать, как ребенок начинает понимать, как именно можно играть с игрушкой. Что игры с другими детьми могут быть интересными. Например, на днях мы наблюдали, как особый ребенок постарше вдруг стал помогать другому мальчику сильно младше него, хотя до этого его просто не замечал. В документальных видео, которые можно найти на нашем YouTube-канале, есть и документальные фильмы, и рассказы родителей об изменениях. Родители особых детей обычно хорошо знакомы со своим особым ребенком и могут предугадать его реакции в различных ситуациях. Особое напряжение возникает, как правило, в играх с другими детьми. Многие дети с раз все-таки имеют тягу к детям, но совместных игр обычно не получается по следующим причинам. Ребенок с раз не умеет играть с другими детьми, особенно со сверстниками. Нормотипичные дети его возраста не хотят играть с ним. Дети очень чувствительны к проявлениям и реакциям других детей в своем окружении. И в обычном детском коллективе мы обычно видим детей-лидеров, с которыми все хотят играть, и детей, с которыми играть не хочет никто. Это нормально не только для детских коллективов. Вырастая, мы имеем те же проявления, хотя не так ярко выражены, и во взрослых коллективах. Это никого не удивляет. Мы знаем, что так функционирует человеческое общество и его отдельные части. Поэтому не следует удивляться тому, что ребенок с раз зачастую остается в одиночестве. Коллектив нормотипичных детей его не принимает в себя, не хочет иметь его как свою часть. Родителям следует просто принимать этого внимания и делать так, чтобы их особый ребенок все-таки не остался бы в одиночестве. Это не так сложно. Единственный момент, который необходимо учитывать, это проявляет ли ребенок с раз агрессию. Данная лекция не предназначена для родителей агрессивных детей, потому что в случае наличия у ребенка агрессии необходимо иметь специальные подходы к такому ребенку, вплоть до медикаментозного лечения. Причина очевидна. Никакой родитель не хочет, чтобы рядом с его чадом, неважно, особым или нормотипичным, был бы кто-то, кто может нанести ребенку вред. Например, покусать или бросить в него тяжелый предмет, или нанести увечья еще каким-то способом. Если ребенок не агрессивен, а просто имеет затруднения в коммуникации с другими детьми, то в большинстве случаев это решается помещением ребенка в коллектив, соответствующий его уровню развития. Например, в группу более младших детей. Или нахождением для особого ребенка друга из более старших детей. Старшие дети, как девочки, так и мальчики, часто с удовольствием дружат с особыми детьми, заботятся о них и играют с ними. Такие друзья могут оказать очень положительное влияние на развитие особого ребенка. Так как же родителям самим поиграть со своим особым ребенком? Во-первых, нужно понимать, что необходимо терпение. Терпение – это база для любой коммуникации с особыми детьми. Но чем ребенок менее функционален, тем больше терпение потребуется родителям. Пожалуй, детей с рас можно разделить по тому, насколько ребенок способен сосредоточиться на какой-либо деятельности. Если у ребенка рассеивается внимание, и он не может ни на чем сосредоточиться, это одна крайность. А если ребенок залипает только на одном каком-то виде деятельности, и его невозможно от нее оторвать, то это другая крайность. К счастью, большинство особых детей не доходят до этих крайностей, а находятся где-то посредине. И родители могут как-то регулировать их занятия в сторону того, что для ребенка хорошо и полезно. Необходимо учитывать уровень развития ребенка. Есть огромная разница между высокофункциональным аутистом, с которым можно играть практически во все, и он будет коммуницировать, даже если ему это трудно, и между ребенком с умственной отсталостью, которая в наше время, как правило, попадает в ту же категорию рас. И с высокофункциональным аутистом вы относительно легко договоритесь, хотя он и будет вести себя как маленький ребенок. С такими детьми можно использовать практически те же педагогические приемы, что и с нормотипичными детьми, хотя вряд ли вы дождетесь от такого ребенка проявления личной ответственности, или, как мы говорим, совести. Ребенок же с умственной отсталостью – это совсем другая история. Он даже может быть эмоционально более зрелым, чем ребенок с высокофункциональным аутизмом, но он вас просто не поймет. С такими детьми наладить процесс игры может быть гораздо сложнее, и в этих случаях более эффективными могут быть занятия в форме игр. Нормотипичный ребенок развивается через игры, которые мы воспринимаем как обычные. Особые дети нуждаются в руководстве и помощи для своего развития. В том числе помощь необходима в играх. В играх с особыми детьми необходимо помнить, что это именно дети, пусть и с нарушением развития. Для детей младшего возраста или с сильным ментальным отставанием подойдут те же приемы, которые мы применяем в коммуникации с младенцами и с детьми 1,5-2,5 лет. Игры, которые любят дети этого возраста, годятся и для особых детей. Более старшего возраста. Варианты игр. Это игры, позволяющие изучить цвета, позволяющие изучить формы, раскраски разных видов, рисование, лепка. Это все арт-терапия. Помощь по дому в виде игры. Развивающие игры в компьютере или в таблете в телефоне. Да, есть такие. Любые другие игры, которые интересны вашему конкретному ребенку. Да, не все будет получаться сразу. У многих детей не все будет получаться вообще. Но родителям не следует терять терпение, а главное – надежду. Потому что все может поменяться. Игры должны быть интересными и мотивационными для ребенка. Главный принцип при выборе игры для вашего особого ребенка – это найти те, которые вызывают его интерес. Если вам удалось найти такие игры, вы молодец. Вы сделали огромный шаг на пути развития вашего ребенка. Главное – не теряйте терпение и верьте в вашего ребенка. Спасибо за то, что вы посмотрели наше видео. Пожалуйста, подпишитесь на наш канал и поставьте нам лайк. Мы – это Центр еврейской медицины Б.Р.Давид. Еврейская медицина – это вид комплементарной медицины, сочетающий естественные методы из альтернативной медицины, реабилитологии и конвенциональной медицины. Мы также используем развивающие игры в рамках физической реабилитации, арт-терапии, музыкотерапии. Все вместе позволяет нам добиться удивительных результатов, о чем можно найти множество документальных фильмов, лекций и отчетов родителей на нашем YouTube-канале по поиску «Б.Р.Давид». Также нас можно найти по адресу www.br-david.com.